Музыка На заседании межведомственного круглого стола обсуждались вопросы профилактики смертельных случаев среди несовершеннолетних и оказания помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня наша задача, еще раз пообщавшись в таком составе, определить порядок взаимодействия, оказание помощи детям, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Несмотря на то, что все системы и органы профилактики неустанно взаимодействуют между собой, ведется огромная работа с семьями, с несовершеннолетними, статистика, к сожалению, упрямо указывает на увеличение смертельных случаев среди несовершеннолетних, повышение показателей преступлений и правонарушений совершенных детьми. Я приведу несколько цифр. В 2013 году на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав поставлено 75 несовершеннолетних. В 2012 году 65 несовершеннолетними совершено 60 преступлений. В 2012 году 40. Федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних существует более 10 лет. А Семейный кодекс Российской Федерации имеет еще более длительный период времени работы. Именно эти документы дают нам возможность создать необходимую атмосферу для формирования личности ребенка, организовать защиту его прав, то есть создать благоприятную среду для его обитания, где бы он ни находился. Кроме того, я хочу сказать, что в городе успешно действуют. О каких бы мы сегодня показателях с вами не говорили, я, тем не менее, буду повторять неустанно, признавая ваш труд, наш совместный большой труд. И действительно, работа делается огромная, и мы ее видим. Но, тем не менее, еще раз говорю, цифры, случаи и статистика говорят сами за себя. Как бы мы успешно с вами все вместе не работали, действующий механизм на сегодняшний день, к сожалению, мы это должны признать, не работает на все 100%. Мы не имеем желаемого результата. В свете последних встреч и совещаний для себя отметилось следующее. Если мы раньше с вами говорили больше об оказании помощи детям и семье с детьми, семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, то сегодня мы с вами еще больше должны говорить и о работе именно с родителями, с воспитанием родителей. Практика показывает, что основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении них остаются неисполнение родителями законными, представителями возложенных законом обязанностей. Самоустранение, разобщенность органов системы профилактики к реализации профилактической и правозащитной функции. Вот сегодня поэтому я предлагаю всем внимательно еще раз посмотреть на тему, предложенную к разговору, и будем рады услышать мнение каждого участника нашего круглого стола. Особо остро звучал вопрос о раннем выявлении социально опасного положения, в которое попалась семья, чем и занимаются работники социально-реабилитационного центра. В социально опасном положении считается обстановка, представляющая опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. Трудная жизненная ситуация, кроме экономической несостоятельности, включает в себя такие причины, как инвалидность, безработица, многодетность, одиночество, перенесенные физические и психические травмы и прочие кризисные ситуации. И если в первом случае со стороны подразделений по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, принимаются меры административного воздействия к несовершеннолетним, родителям, которые недолжным образом исполняют свои обязанности, то во втором случае со стороны социальных служб оказывается различная помощь, поддержка в преодолении этих ситуаций. Оказание содействия семьям в преодолении трудной жизненной ситуации является комплексной, командной практикой, которая предполагает в качестве обязательного, как межведомственное взаимодействие всех органов профилактики, так как семья не всегда оказывается способной осознать истинную тяжесть своего положения и тем более справиться с ним. В течение 2013 года нестационарной формой обслуживания было охвачено 693 семьи. В том числе 155 многодетных семей были обслужены специалистами по социальной, работе в рамках индивидуальной профилактической работы. Юрисконсультам было принято 486 граждан по всем вопросам. Граждане получили своевременную квалифицированную помощь. В течение года специалистами отделения социальной диагностики регулярно осуществлялся социальный патронаж семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Родители не всегда правильно оценивают положение, в котором находится семья, не всегда дают свое согласие на вмешательство. Специалисты продолжают осуществлять контроль семейной ситуации и своевременно предотвращать негативные проявления в этих семьях, консультировать их по самым актуальным вопросам. За 2013 год было выявлено и помещено в наше учреждение 158 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. В учреждении были помещены дети на основании заявления родителей, 79 было таких детей, личного заявления несовершеннолетнего, 4 ребенка, ходатай с органов системы профилактики безнадзорности, 64, акта оперативного дежурного ОВД и ПДН, 11. Специалистами СРЦ после установления факта неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию передаются информации на комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав для решения вопроса о возможности и целесообразности возвращения ребенка в семью, либо о возбуждении дела о лишении родительских прав. Я хочу сказать, что мы действительно не думаем о том, что мы увеличиваем банк семей, состоящих на учете, что мы выявляем больше и больше детей и семей, нуждающихся в поддержке нашей, в поддержке государственной. Мы больше и больше выявляем тех, кто нуждается в нашей помощи. И буквально мы завершили работу, наверное, на этой неделе, последнюю информацию дали в правительство Ростовской области. Была специально разработана таблица по категориям нашего населения. И я хочу сказать, что у нас значительно выросло людей, тех, кто действительно нуждается в нашей помощи и в нашем вмешательстве, в нашей поддержке. Давайте не уходить от этого. Не показатель для себя брать, пусть у нас таких семей и детей меньше, пусть они будут выявлены нами все. И вот в этом процессе мы все с вами должны участвовать. Елена Ягонова, на вас как на никого возлагается вот эта огромная и работа, и ответственность. Именно на первом этапе это вы выходите на арену и занимаетесь работой с этими семьями. Ваши специалисты еще и еще раз, я вот встречалась, разговаривала с ними, вы поработаете с ними дополнительно, их нужно учить, они должны понимать, с какой целью они выходят в семью. И чтобы они действительно смело брали на себя ответственность по оценке, нуждается семья в поддержке, нужно ставить ее на учет, или действительно достаточно той профилактической работы, которую провели ваши специалисты, посетив эту семью. В прошлом году, в 2013, за этот год было выявлено 67 детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. И 90% из этих детей – это социальные сироты. То есть у них живы родители, которые полностью самоустранились от воспитания своих детей, которые своим примером не могут подавать им положительный социальный опыт. В связи с этим у нас было в 2013 году лишено 40 родителей родительских прав в отношении 48 детей. И хочу сказать, что в этом году за два месяца работы у нас уже 11 родителей лишены родительских прав. То есть у нас сейчас идет с катастрофической прогрессией социальное сиротство. В этом году за два месяца уже у нас выявлено 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. То есть календарный год 12 месяцев. И если за 12 было 67 детей в прошлом году, то за два месяца уже 16 детей. И 10 из которых у нас переданы на семейные формы устройства. Только 6 деток у нас поехали в детские дома. Но несмотря на то, что у нас дети уезжают в детские дома или в дома ребенка, мы продолжаем с этими детками работать и стараться их устроить. Очень большая поддержка идет семьям, которые принимают детей. Я хочу на этом остановиться. Сейчас, если на усыновление принимается ребенок старше 10 лет, или двое детей, братики, сестрички сразу принимаются под усыновление, то наша область единовременно выплачивает с 1 января 2014 года уже по 105 тысяч на каждого ребеночка. Если усыновитель принимает свою семью, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть детей-инвалидов, также из областного бюджета идет вот такая хорошая поддержка. То есть подъемные 105 тысяч. Помимо федеральных денег, это 13 800. Но, конечно, самое главное, это все-таки сохранение биологической семьи. В прошлом году у нас было трое детей возвращено в биологическую семью, после того, как эти дети оказались у нас в госучреждении. По сравнению с 2012 годом у нас только один ребенок был возвращен. Да, это совсем очень маленький процент, но тем не менее он есть. Этим мамам, одинокие мамы в отношении всех этих троих деток, они были у нас устроены в общежитие Глори Дженс, где благотворительный фонд взял их на попечение. И пока они трудоустраивались, им оказали полную поддержку. Эти семьи были реабилитированы. Сейчас они даже не состоят на учете в нашем муниципальном банке. Пусть это очень маленькая такая удача, маленький процент, но тем не менее он есть. Он у нас пусть немного, но растет, идет вверх. И это положительный наш опыт. В 2013 году из 40 детей, доставленных в больницу, усыновлено или передано родителям 19 детей. 12 детей переведено в СРЦ, 4 в дома ребенка и 1 в детский дом. В детской больнице совместно со всеми органами профилактики нашего города ведется постоянный контроль за детьми и за социальных семей. И не только в нашем городе ведется этот контроль, но и ежемесячно мы передаем Министерству здравоохранения Ростовской области информацию о движении безнадзорных детей в больнице, списке отказных детей, находящихся в нашей больнице. Мы также продолжаем работу по выявлению и постановке на учет в областной банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. Так, в 2013 году в областной банк мы передали две семьи с числом детей, в них 5 человек. Ну и в заключение я хочу поблагодарить комиссию по делам несовершеннолетних, ПДН, органы опеки, попечительства, СРЦ, с которыми мы очень тесно работаем, и которые оказывают нам очень большую помощь в работе со социальными семьями. О чем бы мы сегодня с вами не говорили, вы видите, на каждом этапе, даже еще до рождения ребенка, мы должны уже семью видеть, выявлять и за ней следить, ее наблюдать. Это тоже очень важный момент. Страшные цифры звучат, то, что мы с улицы доставляем детей в больницу. Конечно, в 21 веке говорить об этом страшно и стыдно, и очень больно. К сожалению, есть и такие родители, которые самоотстраняются от воспитания собственных детей, отчего и возникают проблемы. Родители и другие взрослые из окружения наделены практически неограниченной властью, над его телом, чувствами и мыслями. В отношении же неравенства у того, кто обладает большей властью, всегда есть трист превышения своих полномочий по отношению к ребенку, злоупотребление этой власти по отношению к слабому и зависимому, причинение ему ущерба, вреда, часто неосознанного и непреднамеренного. Поэтому дети всегда будут беззащитны перед тем, кого любят и кому доверяют, перед своими родителями, родными и близкими. Есть такая психологическая формула. Дом равняется семья, семья равняется любовь. Если в семье эквивалентом любви является жестокость, агрессивное поведение, психологическое давление, то у ребенка формируется несколько искаженное понимание любви. И поэтому мы имеем распространение жестокости насилия и психологического воздействия. Даже дети друг друга таким образом взаимодействуют с друг другом. Правовое поле, защищающее ребенка от произвола тех, кто осуществляет воспитательные функции, очень обширное. И мы имеем очень много на самом деле законов, но законы работают только лишь тогда, когда насилие уже совершилось. И, к сожалению, мы имеем случаи даже сексуального насилия, и только по факту мы можем реагировать. Что происходит в семье? Семья закрытая. Мы не имеем права даже доступа в эту семью. Поэтому применение законов препятствует сокрытию фактов насилия в силу неперекосновенности частной жизни и трудности установления истины из-за неосведомленности и страха детей, замалчивания родителей. Часто взрослые, те, которые окружают ребенка, ну, например, те же соседи, они видят факторы насилия, но они реально не знают, как обращаться, как реагировать. А может быть, если очень много соседей, которые видят, и не знают, потому что если они думают, будем мы обращаться за помощью, а вдруг в этой семье еще хуже будет, то есть с ребенком еще худшее будет действие совершаться. Наша работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, или, как принято говорить, в социально опасном положении, это одно из основных направлений, которое сейчас как никогда актуально, потому что мы сегодня слышали те цифры, которые говорят о росте наших семей. Муниципальный банк областной был в соответствии с положениями требований сформирован, но все-таки ситуация показывает то, что этот банк расширился до 200 семей, и количество детей в данных семьях было катастрофически увеличено, и акцент мы все-таки сделали в первую очередь тех детей, которые не посещают образовательные учреждения. Это дети неорганизованные. После мониторинга выявляются такие семьи, и в каждом образовательном учреждении есть психологи, и это количество мы увеличиваем, либо это представители центра медико-психологического сопровождения, либо это в штате образовательного учреждения, и социальные педагоги, которые работают непосредственно с этими семьями. Конечно, мы не можем всех организовать детей, те, которые не посещают учреждения, но очень актуальны сейчас это группы кратковременного пребывания детей. Это в основном дети, которые из малообеспеченных семей, в то же время они могут быть открыты, эти группы кратковременного пребывания, на базе школ, учреждений дополнительного образования. Это бесплатные группы, где ребенок может находиться до пяти часов без питания, но в то же время для них будет организован образовательный процесс. Мы уже в корне меняем работу с родителями, мы возобновляем старые добрые традиции всеобучей, которые были, это лекторские группы. И здесь мы все-таки хотим информировать родителей, что главная их задача – это не только родить ребенка, но еще нужно воспитать и содержать его в нормальных условиях, для того, чтобы он мог получать и расти в нормальном подростковом периоде и общаться с детьми. Послушав выступления участников, я хочу сказать, что нас, участников вот этой большой работы, гораздо больше, гораздо больше. И мы всегда с вами уже буквально ориентируемся по ходу, с кем нам нужно отрабатывать те или иные моменты. Но давайте все-таки еще шире идти за рамки этих полномочий. Давайте не ждать заявлений от наших граждан. Да, мы ограничены сегодня рамками действующего законодательства. Мы ограничены с вами в своих полномочиях где-то. Мы не можем сегодня зайти в семью, да? И никто нас не поддержит в этом. Права мы такого не имеем. А нам иногда с вами нужно вмешаться и нужно зайти в эту семью. И детей нужно оттуда забрать. Очень хочется верить в то, что мы об этом не только говорим на разного уровня совещаниях и встречах, но все-таки я надеюсь и верю в то, что в ближайшее время изменения будут приняты к действующему законодательству. И наши с вами рамки полномочий, они будут расширены. При этом я еще раз хочу сказать, что и рамки нашей ответственности с вами будут расти с каждым днем. И спрос будет очень серьезный. Редактор субтитров А.Семкин